Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда мы делали выставку, посвященную Черному коту, когда мы открывали памятник, когда у нас была караоке. Это, по-моему, лет 15 или уже 20 назад. Промозглым осенним днем в галерею Ая впустили кошек. Стало действительно уютнее. Наблюдение за жизнью пушистых отвлекает от серых будней. Вот котейка уплетает аппетитную яичницу с зеленым лучком. Рядом рыжий полосатый рыбачит в хозяйском аквариуме. Эту картину можно назвать кустодиевским чаепитием. Вот только у героев усы, лапы и хвосты. А это морской кот вместе с крысами, которые, к слову, с корабля не бегут, плывет по бренным водам бытия. У Олега Радина тоже появилась любимая работа. Слушая гармофон, я так понимаю этого кота. Ну, наверное, все-таки они слушают блюз. Работы белгородского мастера дополнили полотна курян. Радинский чешир, усатый от Игоря Каплина. Кот в ныжке Леонида Левчука и картина Андрея Бредихина, сделанная с помощью угля, мрамора, кирпича из серы Камчатского вулкана. Автор говорит, отразить в камне кошачью пластику непросто. Но ради этих животных он готов потрудиться. Один кот у меня, один кот меня вылечил, мне было плохо, и как бы топтал грудь, он прыгал, и вот у меня вот это вот. Через неделю он начал чахнуть. Мы его возили, делали уколы, четыре укола ему делали, и так его спасти не смогли. А мне потом стало легче. Я с утра проснулся и даже забыл об этом, что у меня там где-то что-то болело. Кстати, в ноябре у Андрея Бредихина откроется здесь персональный вернисаж. Также в ближайшем будущем в галерее АЯ планируется несколько детских выставок. Юлия Матвеева, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.